Всем привет! Продолжаем нашу серию уроков об ударе слева двумя руками. Попробуем проанализировать технику поворота. Это перемещение в четырех плоскостях. Высота, ширина, глубина и время создают движение. Понимание техники стоит на этих четырех китах. Итак, в этом уроке техника поворота во время подхода к мячу. Хочу напомнить, что удар слева я делю на 9 основных частей. Это сплит-степ или разножка, поворот, подход, шаг на мяч, опускание ракетки, супинация запястья, ускорение ракетки, удар и выход из удара. На прошлом уроке мы увидели, в какой момент надо начинать поворот и в какой закончить. Время, отведенное на поворот и подход, зависит от темпа соперника и в условиях быстрого темпа занимает около полсекунды. Начало поворота треть секунды. Завершение, как видно, несколько больше, чем полсекунды. То есть за это время вы должны подготовиться к удару. Теперь вы знаете, когда начинается поворот и сколько времени он занимает. Техника выполнения. Как правило, под словом поворот понимается только движение, проходящее по оси через тело сверху вниз. Но это, мягко говоря, большое заблуждение. Неполная правда одним словом. Тут нет системности. Добавим еще одну ось и посмотрим, как технически выполняется поворот в двух осях. Одна это сквозь тело сверху через позвоночник, она поворачивает тело боком к мячу. Другая сбоку она создает беговой наклон. Основная задача работы в данной оси – отвести ракетку назад. Таз и плечи начинают синхронное вращение влево. Хочу еще раз напомнить, что мяч в этот момент находится в районе троса сетки. До удара, немногим более полсекунды, движение выполняется слитно. Все участки туловища двигаются абсолютно синхронно. Механически эта модель выглядит так. Основная ось по оси Z – это позвоночник. Вокруг нее все точки тела синхронно поворачиваются. В скорости поворота высоки. Его приходится выполнять великое множество раз, поэтому туловище поворачивается вокруг оси Z как хорошо сбалансированный диск. Руки, плечи образуют конструкцию подвижного треугольника и дополняют жесткость системы. Этот треугольник не позволяет рассыпаться рукам в момент поворота и сохраняет все пропорции расстояний к оси вращения. За счет чего происходит поворот? Он выполняется почти одновременно и сверху, и снизу. Задают импульс ноги, и плечи мгновенно подхватывают это движение. Еще раз, первые начинают движение ноги, но плечи практически тут же присоединяются к этому движению. Так что внешне это выглядит единой конструкцией. Если таз слишком опережает вращение плеч, то позвоночник начинает свое скручивание снизу. Это ведет к потере жесткости системы, а значит ее неустойчивости. Если плечи начинают опережать вращение таза, то позвоночник начинает свое скручивание сверху, и происходит то же самое, но самое главное. Эти скручивающие движения в позвоночнике не прибавят вам здоровья, так как приземление после сплит-степа дает эффект компрессии. А если на это накладывается скручивание, то походы к мануалам вам неизбежны. Вывод. Таз на мгновение опережает плечевое вращение, и плечи тут же подхватывают это. Все точки тела синхронно поворачиваются влево по отношению к летящему мячу, и вся эта система должна быть абсолютно гармоничной. Под словом «система» я имею в виду и приближающийся мяч. Каждая точка движения мяча связана с моментом поворота этой системы. Образ этого начала поворота таков. Игрок, к которому двигается мяч, это шарообразное тело, которое вращается влево в момент, когда мяч находится над сеткой. Точки этого шара, которые соответствуют подвздошным костям и плечам, поворачиваются также вместе с этим шаром, так что все это является единым целым. Как видим, поворот происходит за счет движения правого колена внутрь, и это движение тут же подхватывает правое плечо внутрь. Это движение тут же создает условия, при которых блок, левое запястье ракетка оказывается сзади. Они-то и образуют своего рода весы, которые балансируют положение тела по двум осям. По двум? По каким? Ведь речь шла только об оси Z. Правильно, поэтому переходим к оси Y. Она проходит через общий центр тяжести и параллельно плечам. Какая основная задача по этой оси? Эта ось создает небольшой наклон вперед и предпосылки для активного шага вперед, ну и как следствие атакующего удара. Вы наверняка заметили, что у каждой из этих двух осей наклона, и впоследствии будет третья, есть свой смысл. Если этого не делать, появляются ошибки. Пропуск точки удара, отвал тела назад, вообще великое множество всего того, что неминуемо отрежет вас от высокого результата. Вот именно поэтому для понимания движения его необходимо разделить на сегменты. Один из них, из сегментов, это поворот по осям. И на примере лучших мы смотрим, что там происходит. Итак, вернемся к работе по оси Y. Эта ось создает небольшой наклон вперед и предпосылки для активного шага вперед, ну и как следствие атакующего удара. Если поворот правого колена внутрь создает вращение тела вокруг оси позвоночника, то движение этого же колена вперед помогает создать беговой наклон. Таким образом, колено двигается внутрь вперед. Блок запястья ракетка компенсирует это вращение и создает линию баланса, которая имеет наклон вперед. По отношению к этой линии колено правой ноги с одной стороны и вершины треугольника, образованного руками с другой, образуют сбалансированную систему. Если образно представить ее в виде весов, то на одной чаше находится движение колена на другой ракетке. Это движение происходит как по оси Y, так и по оси Z. Не перегружая данное видео биомеханикой, хочу выразить саму идею баланса сил в повороте. Третья ось вращения. Наклон вбок. Создается движением правого плеча влево и рук от себя в сторону. Основная задача работы тела по данной оси. Создать пространство для ракетки в фазе выноса и компенсировать вращение тела в фазе удара. Да и многое другое. В коротком ролике можно выразить только общее направление. Третья ось наклон вбок. Надо понимать, что бить мы будем слева и поворот начинается туда же. Создать пространство для правильного разгона ракетки, компенсировать вращение тела вправо – главные задачи работы по этой оси. Левое плечо уходит за проекцию опоры влево, создавая наклон. Локти и предплечья также уходят от себя влево, усиливая этот эффект. Здесь создается зона, куда войдет мяч. Под словом «войдет» понимается прогнозируемая траектория мяча. Эта ось компенсирует вращение тела, возникающая в фазе выноса и удара. Данная область находится вне проекции тела. Основная ошибка – смещение этой зоны к телу. Игрок жмется к мячу и впоследствии эта ошибка постучится к нему в фазе контакта с мячом. У Марии Шараповой идеальное распределение работы тела по осям. Идеальное с точки зрения атаки. То, что она достигает высокой плотности удара с любой точки корта вследствие ее техники. Техника Марии заточена под атаку. Вы это видели. Сейчас почти все умеют хорошо защищаться. Но единицы играют остро. Причем не время от времени, а тотально. Всегда. Мария – это как раз тот уникальный случай. Поэтому основные примеры на ней. В данном уроке мы показали, что под словом «поворот к мячу» подразумевается не просто поворот боком к мячу, а более изощренная конструкция. Есть три оси, вокруг которых происходит движение. Пройдемте по ним быстро еще раз. Ось Сет. Вокруг нее вращается тело и поворачивается боком к мячу. Она уводит ракетку от мяча. Ось Y. Она создает угол атаки тела к мячу и атаку в более широком смысле. Здесь главное не переусердствовать и не упасть вперед, но и отваливаться назад нельзя. Ось X. Она создает боковой наклон, компенсируя вращение тела в ударе, а также пространство для выноса ракетки в фазе удара. Основная задача наших уроков – взглянуть на свою подготовку системно. Вы технически должны соответствовать ситуации в розыгрыше. Смотрите не туда, где уже есть ошибка, а туда, где ее пока нет. Оцените, когда вы начинаете поворот, где заканчиваете. Взгляните по-новому на свою технику. Ну а на следующем уроке – работа ног при подходе к мячу. Всем пока. Смотрите наши уроки. С вами был Сергей Подоляк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok